Ночная тишина И разлилась в глазницах мгла Кипящим морем безутешным Мой обновленный путь молчит Лишь дышат времени борозды Я потеряла след ночи И курс мой изменили звезды Субтитры создавал DimaTorzok Папка 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 С днем рождения, дочь Спасибо Ну а главный мой подарок еще впереди И я поздравляю Пусть тебе будет легко и радостно в этой жизни Спасибо Спасибо Ну что ж, мне пора До встречи, Павел Андреевич До встречи, Ирина Викторовна Ирина Викторовна Подвезла меня после дежурства Я понимаю Ну что, ты спать? Нет Ночь была легкая Всего одни роды Удалось подремать Часика четыре А потом у меня сегодня еще несколько консультаций Но Я буду К пяти часам буду Но я надеюсь, без сопровождения Какая вы строгая, Наталья Павловна Вы очень строгая Тебя когда-нибудь посадят за порчу зеленых насаждений? Не посадят Я хитрый и осторожный Держи Спасибо Вот откуда ты всегда знаешь, когда я приду, а? Не знаю Просто знаю Давай Что у тебя сегодня? У меня лекция и два семинара А у тебя? А я изучаю матчасть Сегодня у меня по плану закаливание новорожденных Да и в четыре часа я иду на консультацию Корсунову Отлично Значит я тебя встречу в укол клиники Все, я в душ, потом в университет Вот здесь? Угу Здесь? Столько бумажек, будто я авиалайнер приобретаю А как же И вы и банк должны быть уверены во всем, что касается выплат кредита и его условий Модель и цвет согласны заявке Угу Про бант не забудете? Поздравляем! Поздравляем! Счастья тебе и здоровья Успехов личной жизни Стать самым известным доктором в городе Ну конечно же, после меня Возглавить самую крупную клинику Спасибо И заполучить самого крутого спонсора Принимать роды у самых крутых теток города Поздравляем Ну все, Корснова Теперь ты смело можешь ехать в Лас-Векас Ой, вы знаете, я даже не знаю У меня так много дел А почему именно в Лас-Векас? Ну и темные копиченки С 21 в Штатах в казино пускают Да? Ну все, ребят, помните, да? Покажите меня Надо что-нибудь взять? Любая инициатива приветствуется А что ты распоряжаешься? А может я хочу стать главным человеком в жизни именинницы? Ну это вряд ли Главное для Корсунова и папа Посмотрим Петр Федорович, у нас с этим фондом договор Даты конкретные А главное Оборудование уже отправлено Павел Андреевич Ну я при чем? Мне сообщили, я передаю вам Фонд про плату оборудования Задерживает А ты пытался им объяснить Во что вылится эта их задержка? Про жизни недоношенных детей Которые без этого оборудования Просто закончатся Паша, все я им говорил У фонда форс-мажорные обстоятельства Петь, надо что-то придумать Придумать? Такую сумму из кармана не вынешь Сколько у нас еще есть времени потянуть с проплатой? Ну дня четыре, пять Максимум неделю Хорошо, деньги будут Лиля, а ты чего, кинзу в мясо не положила? Нет Я ж просила, папа очень любит А Димка ее терпеть не может Причем тут Димка? Ну я так поняла, что у вас с ним отношения Не факт То есть? Ну, я еще не решила Надо мне это или нет Кстати, а откуда ты знаешь Что Димка кинзу не любит? Просто я очень внимательная А я нет Давай я Иди наряжайся Спасибо Ну как? Красиво? Да Папка из Венеции привез А этой Ирине из гинекологии он тоже возит? Да, Лилек, умеешь ты настроение поднять Да ладно тебе Просто одна девчонка из общаги Подрабатывает санитаркой в центре Так там все говорят, что у твоего папы с Ириной Привали, что говорят Этой бабы в нашем доме не будет никогда У меня все проехали Это вообще ваши дела Хотела что-то себе выбрать Да, а можно вот этот браслет? Ну, конечно Ну как? Ну, по-моему, ничего А можно еще твоими духами попшикаться? Ну, конечно Спасибо Ну что, все в норме? Здорово Спасибо Пока не за что Вы с малышкой большие молодцы Давайте оформляться в стационар Когда? Прямо сейчас Нет, Павел Андреевич Я не хочу в стационар Я не могу Не капризничайте, Оля Срок подходит Мы должны вас постоянно наблюдать Сами понимаете 36 лет, первые роды Зона риска Прошу Ну, ничего страшного В этом нет Сейчас женщины И в более позднем возрасте рожают Просто надо быть все время под наблюдением Особенно, если были выкидыши Нет, Павел Андреевич Я вас прошу Меня муж будет каждый день на осмотр приводить А когда роды начнутся Через 10 минут я уже здесь Послушайте Ольга Нельзя рисковать ребенком Из-за какой-то, извиняюсь, дамской прихоти Это не прихоти А что это? Когда Саши рядом нет У меня паника начинается Правда И девочка это чувствует Кувыркаться начинает Это обычное предродовое волнение Необычное Мы с мужем, с Сашей Мы за 20 лет ни на один день не расстались Я вас очень прошу Пожалуйста Я умру без него Я задерживаю вас уже Нет, нет, все нормально Просто сегодня у дочки день рождения Поздравляю Спасибо Ольга Я настаиваю на госпитализации Роды могут начаться вот уже в течение 2-3 дней Я вам обещаю Когда рядом со мной муж, ничего плохого не случится Правда Тогда нужно подписать отказ от госпитализации Такой порядок Хорошо И насчет Кесарева мы договорились Да, если операцию будете делать вы Ну, конечно я Вот Ой Спрячьте, уберите Об этом мы поговорим Когда родится ваша девочка И еще Если что Тут же звоните мне на мобильный Мой телефон у вас есть В любое время Договорились? Да, договорились Ой, извините Да, Татусин Ну не сердись ты, именинница Бегу, бегу Скоро бегу Оль, ну что? Курс у нас сказал, что мы с Верочкой большие молодцы С какой Верочкой? Я сегодня почувствовала, как зовут нашу дочь Ага Понял, почувствовала Ну что ты мне не веришь? Ну правда почувствовала Я верю, верю, Вера Прекрасное имя Ты договорилась? Он сам будет операцию делать? Да, конечно Отлично, молодец А когда в следующий раз приходить? Мы созвонимся Какая прелесть Саш, давай зайдем Оль, ну угомонись У нас на первое время все есть Ну пожалуйста, хотя бы шапочку или носочек Смотри, какое чудо Ого Ничего себе носочек А зверь это кому? Тебе или малышке? Ну пожалуйста, пожалуйста, пойдем Ну Да, Валюша Я слушаю тебя Ну и какое у нее давление Ну ты молодец, ты все правильно сделала Ну да, гуляешь Спасибо Сдолбала меня своей патанатомией Да, Мишаня, ты учить не пробовал? Учи не учи, все равно не сдашь Не знаю, я ждала Мишань, ну продю-ка я у тебя именинница Сегодня доступ к телу именинницы добывается сбоем Ну не знаю, было бы желание Желание есть Наш папа сегодня случайно не дежурит Случайно нет Да, да Объявляется белый танец Я вас приглашаю Ну все, я на связи С удовольствием Ты принесли И бакал Я потеряла след ночи И курс мой Извинили звезды Все возвращается Вечером Весной Живой Эй Веруша Ты чего там? Ты что, спишь? Детеныш, ну Ну давай Пошевелись Ну толкни меня Ну что там происходит? Саша 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 Что такое? Началось? Нет Нет, я ее не слышу Ну подожди Ну может заснула? Ты сколько ее не слышишь? Минуту? Пять минут? Нет Я не знаю Я не помню Саша Я ее не чувствую Тихо, тихо, тихо Все хорошо Все хорошо Спокойно Поехали в центр Там тебя посмотрят Послушают И ты поймешь Что все в порядке Все, поехали Звони Корсунову Сказал он звонить Вот в телефоне Все, звонил Все Так Ну Спокойно, родная Все будет в порядке Ну Ну Извини Татка А вдруг это сработает? Папа, сотрудников у тебя много А дочка одна Они могут хоть один вечер Без тебя провести Ты права Моя строгая дочь Я смотрю Дмитрий твой Стал активен Не на шутку Ну Есть Немного Ну А тебе-то он нравится? Пока не знаю Интересные отношения Папа, ты куда? Наталья Павловна Пожалуйста Подойдите сюда На одну минуточку Вот Посмотрите Вон туда Папа, это мне? Ну а кому же? Боже, папа, спасибо Папа Теперь с днем рождения Спасибо На природу так и не съездили Ничего Теперь втроем съездим Ты про мою азалию не забудешь? Помню навсегда Поливать ледяной водой Три раза в день Что, не отвечает? Да ничего, ответит Датка, у тебя телефон звонит А, да это Папкин, я отфисковала на вечер Папа Пап, я Я о таком даже не мечтала Сердцебиение у ребенка не прослушивается Срочно в операционную Как в операционную? Корсного уже нет У нас кроме Павла Андреевича Много квалифицированных врачей Не волнуйтесь Но он нам обещал Я ему сто раз звонил А он не отвечает Вам туда нельзя ждите здесь Все будет хорошо Сегодня дежурит Очень опытная бригада Пожалуйста, позвоните Корсунову Может он вам ответит Уже я звоню На, дочь, владей Телефончик Не гоняй Да, Игорь, слушаю Давай, давай Садитесь, принцесса Ну Давай, давай Давай, давай Строночку Датка, я в центр, там проблемы С днем рождения Вы гуляйте Угу Вы её вели? Да. И ещё днём всё было стабильно. Стабильно? Да. Плод замер до того, как она поступила. У нас просто ничего не получилось. Сердце не выдержало. А вот интересно, почему пациентку с таким анамнезом не госпитализировали? Она отказалась. Вечно было бы сильно. Неужели принцесса всё-таки вспомнила обо мне? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Печёнки? Это штаткин браслет. И духи. Что за дела? Ну, это шутка такая. М-м. Меня, кстати, Лили зовут. Да я в курсе. У меня спросите. Молчи, женщина. Можете держать покрепче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Всё отправили этого Мальцева? Ой. Буйный. Чуть всё не разнёс. Ну, да я бы сам тут всё разнёс, к черту матери. Они сами виноваты, Павел Андреич. Голову надо иметь. В таком возрасте рожать впервые. И так капризничать. В больницу не хочу, не буду. Теперь всех посадить собирается. Идиот. Имеет полное право. Нет, не имеет. Вы что должны были эту Мальцеву наручниками кровати приковать? Да должен был, Игорь. Должен был. Игорь. Игорь. Это было на армии. Игорь. Продолжение следует... 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 Внизу подпись вашей жены, удостоверяющая отказ. Видите? А такой документ составляется только в том случае, если лечащий врач настаивает на госпитализации, а пациент возражает. Ну, так не бывает, понимаете? Умерло два человека. Два! И что, никто не виноват? Ну, так не может быть. А ты в курсе, что у нас оперативная хирургия теперь будет проходить в вашем центре? В курсе. А чего я тебя не видела? Так я целый день в операционной. Все как сговорились, кисорились именно сегодня. Устал, да. Как? Ну, глаза какие красные. Да? Эх, папка, как же я тобой горжусь. А это правильно. У тебя все и врачи, и нянечки больные. Просто благотворят. Да ладно, глупости. Ничего не глупости. Спасибо. Ты у меня лучше всех. А что бы я без тебя делал? А не надо без меня ничего делать. Я никуда не собираюсь деваться. А ты? А куда же я делась со своей доченькой-то любимой? Ну, не знаю. А мамы все тетки в центре влюблены в тебя. Украдут еще. Ты не преувеличиваешь? Ведь мы всегда будем вместе, да? Да. Мы всегда будем вместе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Ну, вот чтобы… Ах, и все. Ну, и не знаю. Андреич, уже заканчиваем монтаж? Ну, хоть бы зашли, глянули. Это же космический корабль. Да щас, дай я только немного выдохну. А что фонд? Когда они уже, наконец, нам деньги перечислят? Так не будут они деньги давать. Как это? А ну-ка, пойдем. Что, значит, не дадут? Ну, вчера же письмо прислали. Раз вы сами нашли нужную сумму, то свои деньги мы отправим на другое полезное дело. Ну, это с печаль. Ты что, не читал? Паша, а все-таки кто оплатил оборудование? Ну, что за тайны? Да никаких тайн, Петь. Все нормально. Разберемся. Паша, погоди. Что значит разберемся? Павел Андреевич, где карточки на выпуск? Вы до сих пор не подписали. Валюша, просто не успел. Разберемся. Ты иди, Петр Федорович. Позже я загляну. Сейчас все подпишу. Смотрела новое оборудование, с ума сойти. Да? Угу. Это ж теперь полукилограммовых можно выхаживать. Какой вы у нас все-таки молодец. Такое выбить. Валюша, прекращай песнопение. Вот, возьми. Угу. Ну, спасибочки. Черт и что. Черт и что. Ну-ка. Валя! Да, Павел Андреевич! Найди мне, пожалуйста, в архиве карточку о пациентке. Умерла во время родов месяц назад. Замерший плод. Как её фамилия, не помнишь? Мальцева, кажется. Да, точно, Мальцева. Угу. Валя, найди срочно. Хорошо. Вот так. Валя, не помню, а просто вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Разрешите войти? Моя фамилия Корсунов. У нас в центре наблюдалась ваша жена. Убирайтесь, пока я не спустил вас с лестницы. Послушайте, подождите. Не бойтесь. Суда над вами не будет, к сожалению. Что вам еще нужно? Вот, это деньги. Их у меня в кабинете оставила ваша жена. Я не разрешал этого делать. Она все равно оставила незаметно. Я их обнаружил только сегодня. Подавись ты этими деньгами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Появление детей требует от будущих родителей разума. А еще и ради того, чтобы потом вам не пришлось лечить детские неврозы. Это все? Тогда занятие окончено. Павел Андреевич, а интервью? Мы обещали. Ну, раз обещал, тогда пойдемте. Прошу. Слушай, какой же все-таки Павел Андреевич классный. Свезло тебя, Корсунова? Ну да, мне тебе и возразить нечего. А ему, случайно, не нужен личный ассистент? Я бы с удовольствием. Размечталась. Место давно уже занято. Да. Жаль. Лиля, что ты сейчас сказала? В смысле? Что значит занято? Алло, гараж, я тебе сколько раз говорила про тетку из гинекологии. А твоего папашку я даже видела с ее дочкой. Нормальный такой семейный выгул. Он тебе не папашка, понятно? Наташ, кто за тобой гонит? А где Никитина? Сюда, наверное. Так, здравствуй. Меня зовут Наташа. Хорошо. Что-то случилось? Да, случилось. Оставьте моего отца в покое. Вы ему не нужны. Наташ, послушай. Я вас прекрасно понимаю. Вы одинокая женщина. У вас ребенок. Вы хотите выйти замуж. А он интересный, состоятельный. Известный мужчина. И даже, может быть, сделает вас своим замужем. Выслушай меня, пожалуйста. Мы с твоим отцом любим друг друга. Что? Даже не мечтайте. Отец только маму любил. И всю жизнь будет любить ее одну. А вы? Вы даже мизинца ее не стоите. Наташа, я прекрасно понимаю твои чувства. Вот и хорошо. Раз вы прекрасно понимаете мои чувства, перестаньте лезть в нашу семью. И отца я вам все равно не отдам. Нет, вот я ее понимаю. Если Корсунов женится, то у него будет своя жизнь. А Наташка останется за бортом. Печенкин, ты всегда такая. Какая? Всех понимаешь, всех жалеешь. А что, это плохо? Да мне, честно говоря, по барабану. Ого! Тебя что, укусил кто-то? Не твое дело. Так мы вечером идем? Нет. Я уже и билеты купил. Ну так продай. И вообще, чего вам всем это не надо? Отстаньте. Димка, а на что у тебя билеты? На фаер-шоу. Ух ты! А хочешь, я с тобой пойду. А давай, мать Тереза. Ты пойми, Паша, она с такой ненавистью на меня смотрела. Я просто потерялась. А я вечером приду и буду тебя искать. Паша, я серьезно говорю. Я не знаю, что делать. Милый мой, хороший, любимый человек мой. Ну, мне же тоже непросто. Я скучаю по тебе. Ну? И очень я тебя прошу, наберись терпения. Ради нас. Что будет? Ну, я думаю, Татки скоро будет не до нас. Займется своей личной жизнью. Там вокруг нее некий Дима Соболев круги нарезает. Хороший парень. Да, честно говоря, у меня он как-то не очень. Претензий много. А есть для этого основания или нет, пока непонятно. Да кто меня спрашивать будет? Все будет хорошо. Вот увидишь. Сомневаюсь я. Мне кажется, твоя дочь эгоистка. Как и все мы женщины. И вряд ли она успокоится на мой счет. Извини, я пойду. Пациенты ждут. Так я жду тебя вечером. Как получится. Татка, а ты дома? Эй, девочка, а кому это тут тортик черносливовый и шампанское розовое, а? Чего лежим? Между прочим, Наталья Павловна, вашу папу сейчас по телевизору показывать будет. Совсем забыла, а? Будем пить из парадных пужеров. Будем пить из парадных пужеров. Надо нашим позвонить, чтобы не пропустили. Ай, Димка, он же на фаер-шоу. А ты почему не пошла? Ты же собиралась. Ну, передумала. Вы что, поссорились-то? Да нет, просто. Надоел. Некрасивая-то как-то. Парень влюблен, ухаживает, старается. А ты? А, надоел. Он же тебе никогда не нравился. А при чем тут я? А, ну, понятно. Скажи честно, ее работа, да? Хочешь пристроить меня, развязать себе руки. Так-то ты что говоришь? В городском медицинском центре. Для нас ждут приятные новости, подготовленные нашей журналисткой Светланой Горошковой. Ничего. Не получится. Сегодня в городском медцентре открылось перинатальное до- и послеродовое отделение широкого профиля. Оно оснащено самым современным диагностическим оборудованием. Детально о новом отделении расскажет главный врач медцентра Корсунов Павел Андреевич. И что помогает вам добиваться таких результатов? Вы знаете, у нас в центре сложился великолепный, не побываясь этого слова, ансамбль профессионалов. Где каждый на своем месте виртуозно исполняет собственную партию. Павел Андреевич, да вы романтик. Ох, я давно уже прагматик. Но все-таки что-то кроме работы вас же греет. Признавайтесь. Знаете, я очень люблю свою дочь Наташу. Она тоже будет врачом, педиатром, надеюсь, хорошим. Вот это моя главная радость и самая большая... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О, глянь! Корсунов, вон Татка, и я рядом. А где звук? Черт, я не видела, куда я пульт дел? Нет. Черт, ладно. Потом в инете посмотрю. А фаер-шоу мы тоже в инете посмотрим? А ты что, жалеешь, что ли, что не пошли? Нет. Кстати, Печенкина, ты ведь Татке не расскажешь, чем ты тут со мной занималась? Ну, как скажешь. Ну, как скажешь. Ладно, я не знаю, как ты, но я проголодался. Сейчас пиццу закажу. А зачем? А зачем? Давай я что-нибудь приготовлю? Нет, у меня, кроме хлеба, яйца, молока, ничего в холодильнике нет. А яичницу я уже видеть не могу. Так я приготовлю что-то не похожее на яичницу. Че, правда сможешь? Да. Я вообще-то очень хорошо готовлю. Круто. А то у меня с тех пор, как маман в Италию укатила, с домашней пищей как-то не складывается. Ну, тогда я на кухню. Беги. А, кстати, Татка готовить практически не умеет. Ну, 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 ну. Субтитры подогнал «Симон» Моя ночная тишина Вонзила в душу взор неспешный И разлилась в глазницах мгла Кипящим морем безутешным Мой обновленный путь молчит Лишь дышат времени борозды Я потеряла след ночи И курс мой Изменили звезды Субтитры подогнал «Симон» Прости старого дурака, а? Не так старого, как бывалого. Это ты меня прости. Все будет так, как ты скажешь. Я буду ждать. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. Пойдем? Добрый день. Здравствуйте. Идем вечером в боулинг. Боюсь, не сложится. Да? Ну и ладно. У подружки твоей, значит, сложится. У какой это? У Печенкиной, например. Ну что ж, попутного ветра? Подожди. Да я пошутил. А я нет. Спасибо. На здоровье. Рэп любишь? Ну. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Домашку сделали? Сделали. В институте проблем точно не будет? Нет, век вольный видать. Тогда вперед. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и? Наташ, может не надо? Еще как надо, товарищ доцент. Я понял. Ты хочешь, чтобы взрослый мужик в самом расцвете лет грохнулся посередине аллеи? Нет, никогда ни за что не дам тебе грохнуться. Вставай. Не заговаривай меня. Это намного проще, чем твоя квантовая механика. Саш, что-то случилось? Все в порядке. Субтитры сделал DimaTorzok Нашлась пропажа. Лиля, сможешь меня отместить? А ты что, опять не идешь на пары? А-а. Слушай, сколько можно? Ну не хочешь, не отмечай. Да при чем здесь хочешь, не хочешь? Просто ты за месяц умудрилась прогулять в два раза больше, чем за три года. Ты что, с ума сошла? Ну, типа того. Да что случилось, а? Объясни слабо. Потом, если смогу. Ну, как хочешь. Просто все о тебе спрашивают, там, ну, преподы. Димка. Волнуется, что ты не отвечаешь на звонки. Ну, и вот я думаю, ты нашла, чем утешить? Ты о чем, Лиля? Ну, хватит шифроваться. Ну, я так понимаю, что он тебе больше не нужен? Да не нужен, не нужен. Ну, не переживай. Ну, так отметишь. Попробую. Все, спасибо, подруга. Так что, Димон, вечером у тебя? Ну, да. Скидываемся или каждый с собой приносит? Ага, и будут у нас одни чипсы да орешки. Скидываемся, я пироги напеку. Ух, и хозяйственная ты у нас, Печенкина. Свезло тут некоторым. Естественно. Лучше пирожок в руке, чем маленькая зелененькая машинка на горизонте. Рты позакрывали? Да не злись ты, я думаю, от зависти. Шутники, блин. Псих ненормальный. Да, есть немного. Да сами вы идиоты. Так я не поняла, мы скидываемся или нет? Да. А этот? Припадочный. Ну, я сказала, да. Смотри, Печенкина, не надорвись. Меня Лилия зовут. Запомнишь или записать? Запомню. Слушай, Лилия, а у Димки Скорсеновой все? А тебе какое дело? Да, все. Только тебя это не касается. Привет. Привет. На глаза смотри. Ты о чем сейчас думаешь? В смысле? Ни о чем? Не ври, я все вижу. Ты думаешь, речка, берег, костер? Кто такого откажется после трех пары семинара? Ну, тогда вперед. Поехали. Что-то не так? Все отлично. Просто тяжелый день был, устал. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как здесь всё изменилось? Что? Я здесь не была семь лет. С тех пор, как не стала мамой, это было её любимое место. Мне всегда было страшно сюда приехать, а сегодня мне не страшно. Мне сегодня вообще ничего не страшно. Слушай, есть хочется. Что-то я как-то не подумал. А я подумал. Музыка 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 А у тебя кого больше? Студентов или студенток? Не знаю, не задумывался. У парней, наверное, больше. Угу. А у меня девчонок. Ну, детские врачи, как правило, женщины. Ну, и они в тебя влюбляются. Кто? Студентки. Влюбляются? Не думаю. У них ко мне более серьёзные чувства. М-м-м. Да? Ну и какое же? Они боятся не сдать мне основу квантовой механики. А что ты больше всего любишь в жизни? Музыка Не знаю. Не помню. Музыка Папка! Ну? Музыка Музыка Я такая счастливая, ты не представляешь. Кто это тебя так вдохновил? Дмитрий, что ли? Нет. Димка тут точно ни при чём. А кто при чём? Тут явно не обошлось без принца на белом коне. Музыка Не скажу. Это не честно. Пока не скажу. А потом расскажу. Оп. Всё-всё-всё. До последней капельки. Вот здесь всё. Но учти, что этот фармаколог просто зверь. Он сказал, что если студент не ходил к нему на занятия, то пускай даже не мечтает сдать экзамен. Ну, я же была на его лекциях. Ну, раза три. Может, принесёт? Курсунтова, ты вообще о чём думаешь? Кто он? Кто тебе так крышу снес? Саша. Ну, это всё? Нет, конечно. Он самый умный, самый красивый, самый… короче, лучше всех. Ну, это понятное дело. А что ты ещё можешь рассказать про него? Ещё он любит бегать по утрам, так же, как я. Слушает рэп. Всё знает о свойствах и поведении атомов, молекул. Преподаёт квантовую механику в универе и пишет докторскую диссертацию. А сколько лет этому механику? Не знаю. Лет тридцать пять, наверное. А он не женат? Не знаю. Ты что, дура? Как это «не знаю»? А вдруг он женат? Не всё равно. Спасибо. Пока. Она что, совсем на учёбу забила? Не знаю. Ай, больно. Что там у неё? Любовь у неё неземная. Заоблачная. Квантовая. Понял? Печёнкина! Чтоб вечером была у меня. Печёнкина! Идите-ка сюда. Где ваша подруга Корсунова? Её сегодня не было? Её не было и вчера, и позавчера, и третьего дня. И много дней до того. Что происходит? Я не знаю, Антон Борисович. А вы поинтересуйтесь. И когда узнаете, передайте ей, пожалуйста, что если она каким-то невероятным способом не исхитрится отработать пропуск на этой неделе, я её просто подам на отчисление. И тут уж никакой папа при всём моём уважении к нему не поможет. Понятно? Хорошо, я передам. Поехали! Привет! Что это? Это тебе. По-моему, он похож на меня. Спасибо. Ну? Наташа, я сегодня не могу. Прости, мне надо идти. Саша! 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 Паша! Может, хватит работать? Ой, Ириш, ты понимаешь, столько этой бумажистики накопилось. Утонуть можно. Здравствуй. Дед. Ну, вот и не тони. Плыви к берегу. Поехали ко мне. Мама к себе Катюшку на два дня забрала. Ой, Риш. Я не могу. Ну, ты видишь, полный завал. А давай завтра. А лучше послезавтра. Паш, это неправильно. Да я устал я, как собака. Сейчас вот только до подушки доберусь и сразу отключаюсь. Ну, устал так устал. Ириш, ну, только не дуйся. Хорошо? Угу. Ну? Хорошо. Да, пап, я в университете, конечно. Поговорим, конечно. Вечером. А, на сутках? Ну, тогда завтра. Все, пап, я опаздываю на пару. Пока. О, приветствую, Павел Андреевич. Только в Горздраве встречаемся. Рад тебя видеть, Андрей Борисович. Видел в новостях твое новое отделение. Впечатляет. Как тебе все это удается? Ну, да если бы все. Слушай, Паш, тут такое дело. У твоей Наташи проблемы в институте. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Это я повёл себя, как идиот. Если б я знала хоть что-то о тебе, что тебе нравится, что тебя злит, что тебя радует. Всё. Мир? Да. Точно не обижаешься? Не получается. Привет. Привет. Чего так рано? А у меня дочка сюрпризы преподносит. Приходится всё бросать и мчаться домой. Ты же вчера была в институте? Угу. А, ну да. Ты же ещё так боялась опоздать на пару, что даже не могла с отцом поговорить. У тебя было что-то важное? Прости, пожалуйста. Я разговаривал с твоим деканом Фроловым. Случайно встретились. Ты и в курсе, что тебя собираются отчислить из института? Ты слышишь, что я тебе говорю? Ну, и что ты улыбаешься? У тебя столько хвостов и ещё больше пропусков. Тебя вытурят из института. Не переживай ты, а. Ну, я всё сдам, отработаю. Это… Это такая ерунда. Это не ерунда. Татка, это не ерунда. Это твоё будущее. Папа, я люблю самого лучшего человека в мире. И кто он? Я вас обязательно познакомлю. Он находится в доме. И что ты их не уйдешь? Не в тройку крепил. Ну, почему Да? Ну да… Ну, о-о-о-о! Ну, как ты? Хорошо. Хорошо. Вернее, нет. Не очень. Я беременна. Кто он? Димка. Он знает? И что ты делать думаешь? Заставлю жениться. Главное, чтоб ты не мешала. Слушай, нужен мне твой Соболев. А как там у тебя дела? Как там твоя неземная любовь? Хорошо. Очень. До скорого. До завтра. До свидания. Привет. Привет. А что это за девица все время вокруг тебя вертится? Какая? У нас их много. Красивых и разных. Ну да, разных много. А эта черненькая одна. А, Таня, что ли? Таня, это не девица. Это моя аспирантка. Кстати, очень толковая. Ну, придется тебе поверить. У тебя глаза хитрящие. Признавайся, чего придумала? Ну, мы едем ко мне. И это не обсуждается. Папа на дежурстве. И мой выдающийся папа победил этот фонд. Как у него это получилось, я не представляю. Но деньги появились, оборудование купили и сейчас там таких крох выхаживают. Ну да, медицина, бизнес выгодный. Нет, ну дело не в этом. Нет, ну конечно, деньги каждому нужны. Но ты даже не представляешь, как там каждый врач, каждая сестра, каждая нянечка вкалывают. Как проклятые. Еще бы. Правда, Саш. Там каждая мама под особым присмотром. Каждый малыш. Знаешь, какой у них процент выхаживаемости недоношенных детей? Понятия не имею. Мясо. 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 Кажется, мой дебют не удался. Интересно, кто это? Мясо. Привет. Привет. Ты что, не рада меня видеть? Зачем пришел? Я соскучился. Дима. Что? Ничего. Все в порядке? Да. Ну, перешла на секонд-хенд. Я раньше подпочитала брендовые вещи. Дима, уйди, пожалуйста. Не могу. Я же сказал, соскучился. К тому же, мне интересно, на что ты меня променяла. Ну, не фонтан. Пошел вон. Судя по запаху, готовить она так и не научилась. А в остальном как? В постели, например. Дима. Молодой человек, шел. Да ладно. Удачи вам, голубки. Прости меня, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Да все в порядке. Прости, пожалуйста. Да прекрати, все в порядке. Прости. Прости. Эй, ты чего? Я тебе говорю, все в порядке. Все хорошо. Слышишь? Все хорошо. Все хорошо. Вы, я если что. Яmazна, она мне не ухит. Ваше. Ваше. На лицо. Да. Они не ухит. Ухит. Ваше. 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 Продолжение следует... 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 Пап, что случилось? Здесь с Сашей... А ушёл. Почему? Я не знаю. Папа, что ты ему сказал? Тат, этот человек тебе не нужен. А почему ты решаешь за меня? Я люблю его! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Да? Здравствуйте, Тамара Петровна. Садитесь, Корсунал. Познакомьтесь. Распишитесь. Вы что, не поняли, Корсунова, вас отчисляют? Мне все равно. Что значит все равно? Три года от личной учебы и вдруг. На, тебе. Наташа, что случилось? Ничего. Да я вижу. Послушайте, надо пойти к Фролову и поплакаться. Ну, всякое бывает. Он нормальный человек. Ну и потом аж папа. Никуда я не пойду. Все. Так. Быстро собралась и пошла спасать ситуацию. Спасибо. Тамара Петровна. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я просто у вас консультируюсь. Напомните, какие обстоятельства являются форс-мажорными для отстройки очередного платежа. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Нет, нет, не в этом дело. Не в этом. Мне просто не выдали обещанное на оборудование деньги. Нет. Официального отказа у меня нет. Понятно. Хорошо. Я говорю, всего доброго. Павел Андреевич. Почему ты врываешься без стука? Ну здесь же не проходной двор. Извините. Оль, прости. Нервы ни к черту. Да ничего, бывает. Что там у нас? У вас операция через час. Я напомнить хотела. А кто у нас еще есть из хирургов сейчас? Корнеева есть. Вот, перепиши на нее операцию и предупреди. Она истерить будет. А черт с ней. Павел Андреевич, у вас все в порядке? Нет. Варя, у меня все не в порядке. Причем абсолютно все. Может я помочь вам чем могу? Помоги, уговори Корнеева провести операцию. А если она спросит, почему она, а не вы? Ну скажи, что я заболел, растянул кисть, оглох, ослеп, умер. Господь с вами. Ну, Павел Андреевич. Давайте так, я что-то придумаю, а вы отдыхайте. Я вам чайку принесу. Хорошо? Оставьте сообщение. В настоящий момент вызываемый абонент недоступен. Говорите после сигнала. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Слушаю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Моя ночная тишина СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Да что вы! Снова? Вот так вот взять и простить? Послушайте, наш с вами конфликт, он не должен отражаться на Наташе. А вы называете это конфликтом? Да, называйте, как хотите. Чёрт возьми. Но не мучайте мою дочь. Наташа ни в чём не виновата. А вы? Я виноват. Я виноват в том, что тогда отпустил вашу жену домой. Я настаивал на госпитализации, но она наотрез отказалась. Хотя знал. Вы обещали, что всё будет хорошо. Обещали. Но в нужный момент вас не оказалось на месте. Я просто приехал позже. Но даже если бы я, я всё равно не смог бы ей помочь. Врёте! Вы не подошли к телефону ни разу. А Оля верила вам до последней секунды. Верила. Да я же не в… Я просто врач. И я уже объяснил вам, в чём моя вина. Александр, Наташа вас очень любит. И очень страдает. Угу. И вам очень больно за этим наблюдать, да? Надеюсь, теперь вы понимаете, что испытал я, когда потерял семью. А значит, всё это не случайность? Вы специально познакомились с Наташей, чтобы отомстить мне? Да. Да. Чтобы отомстить вам. Только ещё не придумал. Как? Так. А вы не ломайте больше голову. У вас это отлично получилось. И, кстати, передайте ещё вашей дочери, что мне не нравится рэп. Я люблю джаз. Какой же ты… негодяй. Да, Наташка! Да, Лидия, привет. Я к Димке переехала. Мы теперь вместе. Вот, порядок навела, занавески новые повесила. Ну, не знаю. Вдруг маме его не понравится. Она в отпуск должна приехать. Но, с другой стороны, это ведь нам жить, правда? Ужин приготовила. Жду. Димке нравится. Он говорит, что ему со мной спокойно, очень уютно. Татка, а как там твой Саша? Алло? Ты меня слышишь? Слышу. Только я очень занята, извини. Алло? Алло? Никогда больше не прикасайся ко мне. Никогда. Татка, родная, пожалуйста, успокойся. Я не могу успокоиться. Я никогда не успокоюсь. Потому что ты разрушил мою жизнь. Наташа, послушай. Все совсем не так. Нет, папа, все именно так. Что ты сказал человеку, что он за две минуты отказался от меня? Папа, что? Даже если бы я не сказал ему ни единого слова, он все равно поступил бы точно так же. Я не понимаю. Назови мне хоть одну причину, по которой бы он бросил меня. Хоть одну. Он не любит тебя, девочка. Да откуда же ты знаешь? Он любит меня. Я это чувствую. Я это чувствую. Каждой клеточкой своего тела. Ты понимаешь? Он хочет отомстить. Мне отомстить. Его жена умерла во время родов у меня в центре. И я не смог спасти ни ее, ни ребенка. Она отказалась от стационара. А когда ей стало плохо, и он привез ее, было уже поздно. Ребенок был уже мертв. Девочка. У матери не выдержало сердце. Вот это ты виноват. Объективно, нет. Нет. Субъективно, неважно. Мой грех. Это произошло год назад. А сейчас он решил мстить. Он познакомился с тобой, чтобы подобраться ко мне. Ну, кстати, почему ты велел передать, что любит джаз и терпеть не может рэп, что ли? Прости, я очень хочу спать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так, дружище. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты слышишь меня? Ну-ка, давай. Татка. Ты слышишь меня, Татка? Слышишь, Тата? Дочь? Татка. Слышишь меня? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Па! Прости меня. Татка. Дурочка. Он не стоит ни одного твоей слезинки. Не надо. Все хорошо. Вот и умница. Дурочка. Папа. У меня ребенок учит. Мне сказали. Через день-другой заберу тебя к себе в центр. Обследуем. И тогда все решим. Ну? Эта девочка будет. Эта девочка будет. Павел Андреевич, вы себя хорошо чувствуете? Павел Андреевич, вы себя хорошо чувствуете? Я не сгожусь. Все нормально. Нечего ему тут делать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ 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 Доброе утро, девочки! Как дела? Ольга Константиновна, а папа не вернулся? Пока нет, к сожалению. Слушайте, что же за командировка такая? Ну, так всё быстро произошло с этим оборудованием, и ему срочно нужно было вылетать. Он и успел к тебе затянул. Вы с малышкой так сладко спали. Не решился будить. Ну, и что? На Северном полюсе там нет мобильных? Роуминг дорогой. Деньги на телефоне и закончились. Сама понимаешь. Нет, не понимаю. Махины, они у нас такие рассеянные. Почему вы сладкие? А где Никитина? Ирина? А она в отпуске, а что? Так просто. Как назовёшь, красавица решила? Ну что, собирайтесь домой. Я сейчас кого-нибудь из сестричек пришлю. Помогут. Простите, а не болейте. А что я должна была ей говорить? Ну да. Она и так сама не своя. А у меня уже фантазии не хватает, что и соврать. Может, ему легче станет. Там и встать сможет. Варя, чудеса только в сказках. После такого обширного инфаркта никто не встаёт. Здрасьте. Павел Андреевич, он же такой крепкий мужик. На сердце никогда не жаловался. Поэтому и жив до сих пор. Хотя, какой там жив? Александр Иванович! Это твой ребёнок. То есть, он мой, и я бы никогда не пришла, но папа в реанимацию, и мне не с кем оставить дочку. Здесь всё, что нужно, документы в кармашке. На банке со смесью написано, как готовить и сколько раз кормить. У меня, правда, нет другого выхода. А как её зовут? Пока не знаю. Александр Иванович, что это? Ребёнок. Я вижу. Чей ребёнок? Почему вы держите его на руках? Где вы, мама? Мама… Мама к отцу в больницу поехала, а девочку оставить не с кем. Александр Иванович, взрослый человек, кандидат наук. Развели вас, как подростка. То есть? Подкинули вам ребёнка. Неужели не понятно? Нет. Нужно отнести его в полицию. Там знают, что делать в таких случаях. Пойдёмте. Нет. Что нет? Не надо в полицию. Не надо. Куда? Это, к папе. Курсунову. Шестая палата. А-а. Напомнилась, молодёжь. Так. Что же мне с тобой делать-то, а? Может тебе жарко? Жарко? Так. Вот так. Ну, давай переоденемся. Что нам тут дали-то? Что вас переодевают? Вот. Стоп. Сейчас. Кажется, мы с тобой спасены. Слушай. Слушай, мы с тобой не просто спасены, мы победили. Тут всё по порядку. Зарядка, кормление, одежда. Шестьдесят четыре. Так. Так. Это не то. Это не то. Нет, это не то. О! Похоже? Похоже. А ты в нас сомневалась. Ну, что? Давай переодеваться, Верунь. Да. Точно. Верунчик. Вера. Верочка. Верушка. Точно. Татка. 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 Как же ты меня напугал, а? Ну, тебе всё хорошо будет? Всё хорошо будет. Ты прости меня, дочь. Папуль. Я тебя так люблю. Это хорошо. Татка. Татка. Всё вернётся. Что вернётся? М? Татка. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, молодец. Анна Михайловна, вы нас простите, мы тут уж начали… Кушайте, кушайте. Я подожду. А где ваша мамочка? Делами занимается. Повезло вашей жене. Угу. Так, документы. Какие документы? Мамину справку из роддома давайте. А, сейчас, кажется, в сумке. Так, Верун, прости. Сейчас, сейчас, сейчас. Повезло. Это? Ну, да. Так, фамилия? Что? Фамилия, имя, отчество девочки. Мальцева Вера Александровна. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Павел Андреевич Корсунов дома? Нет. А когда он будет? А он умер. Извините, а вы кто? Я его дочь. Тогда мы к вам. А вы кто? Судебный пристав Сосоев. Разрешите пройти? Угу. Ваш отец, Корсунов Павел Андреевич, взял кредит в первом городском банке на приобретение медицинского оборудования. В залог была оформлена эта квартира. Кредит? Да. Вот документы. Если кредит не будет погашен в сроке, указанное договоре, квартира станет собственностью банка. Времени осталось очень мало. Желаю вам решить эту проблему как можно скорее. Всего доброго. Всего доброго. Добрый день, Александр Иванович. Привет. Ну, заходи. Проходи. Видишь, какие мы уже большие. Верунь, познакомься. Это Татьяна. Моя умная и красивая аспирантка. Стоп. Ты руки не мыла. Здесь все материалы для статьи. Отпуск за свой счет вам подписали. Ну, декан сказал, что ждет от вас третью главу докторской. Слыхала, Верунь? Третью главу от нас ждут. Танюш, не знаю. У меня теперь вот моя диссертация. Александр Иванович, я даже не знаю, что вам сказать. Танюш, ну, не знаешь и не говори. Спасибо, я все понял. Ты прости, мне ее укладывать пора. Заклопнишь дверь сама. Конечно. Вот так. Пойдем. Вот так. Вот так. Пишись. 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 А что, Веруша, может, правда, психонем допишем этот диссер всем назло, а? Только чур помогать, хорошо? Ну, ты, Паша, Паша, голова гореть. А я ведь двадцать раз спрашивал, откуда деньги. Ну, ты же знаешь свою батюшку. Все нормально, я сам все решу. Выкрутимся. Вот и выкрутились. Петр Федорович, я не знаю, что мне делать. Ну, во-первых, ты не паникуй. Да я не паникуй. Я просто не знаю. А во-вторых, я проконсультируюсь с хорошим адвокатом. У меня такое есть. Этого не может быть, что взять и выселить человека, который вообще ни сном, ни духом. Я не совладелица квартиры. Опа. Надо подумать. Понимаешь? Даже если весь персонал центра отдаст все свои заначки, все равно такой суммы не собрать. Спасибо, Петр Федорович. Этого не надо делать. Я как-нибудь сама. Наташа. Ты, если что, звони. Как дочка. Нормально. Петр Федорович. Илья, твою дивизию. Паша, Паша, что ж ты натворил? Поехали. Водитель автомобиля Н-160-МА. Примите вправо и остановитесь. Водитель автомобиля Н-160-МА. Примите вправо и остановитесь. Здравствуйте. Простите, я виновата. Я готова заплатить штраф. Сколько? Будьте добры, выйдите из машины. Можно ключи? Товарищ лиценат, я виновата. Давайте я вам на месте заплачу, пожалуйста. Девушка, согласно предписанию суда, мы должны припроводить вашу машину на штрафплощадку. Заберите, пожалуйста, личные вещи из машины. По какому суда? За вашу машину не выплачен кредит. Срок выплаты истек. С клиентом Курсона банк связаться не может, так что извините. Папа умер, я ничего не знала. Сочувствую, но у нас предписание. Ну, вы не расстраивайтесь так. Найдите деньги, а машина пока постоит на штрафплощадке. Вызывай эвакуатор. Вам вызвать такси? Нет, спасибо, я сама. Вот, добавим мы ромашки, чтобы что-то там кудряшки. Ага. Нравятся тебе мои стихи, Вера? Луное дождище. А нам не страшно, нам тепло. Хорошо. На два градуса больше. Придется подождать. Это кто к нам так поздно? Пойдем посмотрим. Проходи быстрее, сквозняк. Держи. Вытирайся, грейся. У нас вода станет, нам купаться пора. Вот, вот так. Вот как хорошо. Ай, какая водичка. Ай, какая водичка ласковая. Какая нежная. Ай, как хорошо. Какая ты у меня уже выросла. Что, тесно? Тесно тебе в этом корыте, принцесса? Ничего. Ничего. Скоро мы с тобой в бассейн начнем ходить. Да, большой бассейн. Станешь у меня золотой рыбкой. Да. Ой, как хорошо. Ай, как хорошо. На головку мы польем. Молочка потом попьем. Молочка потом попьем. Сладко-сладко мы уснем. Молочка. Прости, я наследила. Ничего страшного. Молочка. Зачем пришла? Я пока не могу забрать свою дочь. А Верочку я тебе не отдам. Верочку. 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 Мальцева. Вера Александровна. Моя дочь. Это еще один способ мести. Ты хочешь меня добить. Я никого не хочу добивать. Я забочусь о своем ребенке. Это мой ребенок. Зачем она тебе? Ты даже не посмотрела на нее, когда пришла. Нам хорошо с ней. Вдвоем. И я никому не позволю это разрушать. Меня разрушать можно? А я уже погибала из-за тебя. Наглоталась таблеток и еле спасли. Потом хотела сделать аборт. А сейчас вот папа умер. И все это из-за тебя. Как умер? Сердце не выдержало. У него здорового взрослого мужика не выдержало сердце. Соболезнуешь. Соболезнуешь? Но ты же о чем-то таком мечтал. Ошибаешься. Я мечтал о том, чтобы был мир. Во всем мире. Ты страшный человек. Обычный человек. Человек, которому разрушили жизнь. Вот так просто, походя, не заметив. И ты то же самое хочешь делать со мной. Так получилось. Ну как? Тебе легче стало? Вот сухие вещи, чай горячий. Если хочешь ложись в моей комнате. Я лягу в детской. Завтра поговорим. Тебе легче. Тебе легче. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я вызову тебе такси. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Чай, кофе? Все равно. Так, я не помню номер твоего дома. Улицу помню, дом нет. У меня нет дома. В смысле? Банк забирает за долги. Хотя дел кризис, чтобы оплатить новое оборудование для своего центра, под залог квартиры, погасить не успел. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Можно я? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У меня к тебе деловое предложение. Тебе нужно где-то жить, ребенку нужна мама. Нет, я тебя никогда не прощу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мне это не нужно. Главное, чтобы Верочке было хорошо. Детская в полном вашем распоряжении. У меня отпуск скоро заканчивается, и студенты ждут. Так что давай, перевози вещи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Зачем саму колеску поднимаешь? Ну, а что делать? Ребенка кормить надо. Взяла бы Верочку, коляску внизу оставила. Я потом бы занес. Я так часто делаю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что у вас нового? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спали три часа. Сколько гуляли, столько и спали. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А еще Верочка меня уже узнает. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Правда? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Наташа, я знаю, сколько всего свалило со твоего головы. Понимаю, как тебе нелегко. Но, может, все-таки не стоит забирать документы? У тебя все задатки стать хорошим врачом. И потом в память о твоем отце я просто обязан подумать о твоем будущем. Уверен, квалификационная комиссия тебя легко восстановит. И ректор пойдет нам навстречу. Спасибо вам, но я пока ничего не знаю. Все образуется. Девочка подрастет, боль утихнет. И Наталья Курсунова станет отличным педиатром. Возможно, вы правы. Но мне нужно подумать. Хорошо. У тебя две недели на подумать. В этой лаборатории просто нечем мешать. Вообще. Я чуть не вздохнулась. Наташка! Курсунова! Счастливо! Пока-пока! Счастливо! Здорово! Привет! Ой! А это кто у нас такой хорошенький, а? Понятите? Какая хорошенькая! Тихо. Она засыпает. Ой, прости. Ой, а дай я коляску покачу. Спасибо. Слушай, а ну, что у тебя с телефоном? Я звоню, звоню. У меня номер другой. А сообщить? Тоже мне подруга называется. Ты вообще куда пропала? Домашняя не отвечает. Я там больше не живу. Погоди, погоди. Ты что, замок что ли вышла? За Сашу своего угадала? Да, угадала. Лиля, ты знаешь, у меня очень много дела. Слушай, а пообщаться? Мы же с тобой сто лет не виделись, а? Ну, не столько тебе надо рассказать всего. Я правда очень спешу, но я обязательно тебе перезвоню. Ну, пока. О, идея. Смотри, мы теперь вот этот абзац совершенно спокойно переставляем вот сюда. и удаляем вот этот. Это точно? Вы уверены? Точно. Я когда-нибудь давал тебе повод мне не доверять. Ну, это вопрос слишком личный. Прости. Давай. Здрасьте. Здравствуйте. Наташа, познакомься. Это Таня. Моя аспирантка. Мы знакомы. Наташа, как-то заходила в университет, искала вас. Вас как раз не было. Ага. Ну, не важно. Так. Тссс. Аспирантка. Тссс. Спи, Верочка, спи. Это нам не интересно. Тссс. 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 Мне нужно уйти на пару часов. Надеюсь, ты сейчас сможешь уделить дочери немного своего времени. Да, конечно. Моя ночная тишина. Моя ночная тишина. Вонзила в душу взор неспешный И разлилась в глазницах мгла Кипящим морем безутешным Мой обновленный путь молчит Лишь дышат времени борозды Я потеряла след ночи И курс мой изменили звезды Как хорошо, что ты позвонила А то когда-то, потом Слушай, ты сегодня какая-то странная была в институте У тебя все в порядке? Да Давай выпьем за нас Давай А тебе можно? Я не кормлю Верочку, если ты об этом А у тебя кто? Мальчик, девочка? Никого Как? Ну ты же... Ну да Ребенка нет Прости Ничего Все в порядке Просто мы с Димкой так решили Но врачи сказали, что все нормально Что у меня еще будут дети обязательно Просто не сейчас Димка пока не хочет Как? Нет Что делать? Ой, слушай... Ой, слушай... Да вы все сегодня, а? А что, ни одному же Димке можно? Потому что пьет. Ну да. Слушай, Корсунова, вот скажи мне, почему вот одним в жизни везет, а другим нет? Это ты про кого это? Кому везет? Да про тебя, например. Ну вот родители у тебя были золотые, в институте любимица преподов, мужик у тебя умный, красивый, еще хозяйственный. Это же он сейчас с ребенком сидит, да? Он. Вот я и говорю, Татка, прух тебе вселенская. А какой такой прухий речь? Димка. Привет. Ну привет, ты откуда здесь? В новостях сообщили, что самые красивые девушки медицинского института будут сегодня здесь отдыхать. Да не верьте этому болтуну, это я сообщила, что мы здесь встречаемся. Ну спасибо. Эээ, да, 150 темного рома. Дим, я вижу, это не первые 150. Молчи, женщины. И дам вам повторить. Ой, нет, нет, я не буду. Ну тогда пока это все. Ну, рассказывай, что в твоей жизни. В моей дочка Верочка, а в твоей? В моей? В моей все отлично. Нашел хорошую работу в одной иностранной фармакомпании. В деньгах не нуждаюсь. Зарплата зависит от продажа. Медикаменты супер, расходятся быстро. После института, думаю, получу должность зама. Могу я пригласить прекрасную девушку на танец? Ах, конечно. Соболевна, ты на ней дырку своим взглядом не протрешь? Слушай, отстань. Слушай, я могу отстать, но с кем ты тогда останешься? Там тебе ничего не светит. В нем муж любимый и дочка ненаглядная. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ 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 Да. Да, открываю. Верочка спит? Ты знаешь, который час? Примерно. Где ты была так долго? Я должна отчитываться? Да нет. Не в этом дело. Просто поздно уже и ребёнок. Значит, тебе развлекаться можно, а мне нельзя. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дим! А что, твоя мама приехала? А ты не знаешь, она нам долго приехала? Дим, ну что опять не так? Мне всё не так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ты надолго? Нет, у меня завтра самолёт в три часа дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Месяца через два командировка в Архангельск. Надеюсь, опять пройчу через тебя. Димка. У? Прекращай эти фокусы. Ты знаешь, я не в восторге от твоей Печенкиной. Но… Что «но»? «Но» означает, что в доме порядок, а ты накормлен. Ну, о чем ты говоришь? О жизни, Дима. О жизни. Если бы ты знала, как мне хреново от этой жизни. Тебе нормально. Даже хорошо. Может, лучше, чем другим. Работа есть, крыша над головой есть, даже автомобиль есть. Женись, и пусть тебе твоя Лиля родит ребенка. Ма, о чем ты говоришь? Жениться на ком? На Печенкиной? А судя по тому, как ты наяриваешь СМС-ки, есть другие варианты? Варианты… Я сегодня Татку увидел. Крышу снесло. Какую Татку? Курсунула, что ли? Ты же говорил, что он ребенка родила. Родила. И замужем. Мам, что мне делать? Прости, я вел вчера себя глупо. Я действительно не имею никакого права… Мне все равно… Да, ну, мы живем в одном доме. У нас есть Верочка. И нам надо как-то… Да, Дим, привет. Ну, не нужно было столько пить. Нет, у меня все отлично. Конечно. Я тоже рада тебя слышать. Угу. Нет, Дим, извини, я не смогу. Мне нужно кормить дочку. Потом тоже не смогу. Все, пока. Кофе сварить. Нет, нет, нет. Здравствуй. Нет. Да, нет. Нет, нет. 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 Мне многие друзья говорили, что самое интересное начнется, когда ей полгода исполнится. А у меня каждый день как открытие. То она улыбнулась, то вдруг моей шутке засмеялась. Знаешь, как она любит у меня на руках танцевать. Да ладно. Или вот, например, у Верочки есть зеленый слоненок. Еще позавчера не обращала на него никакого внимания. Какая глупость. Что глупость? Оборочить детям голову с такого юного возраста. Ну разве где-то водятся зеленые слоны? Нет, ну очень симпатичная игрушка, правда. Александр Иванович, поехали ко мне. Не искусное мясо. Друзья вино хорошее из Франции привезли. Танюш, ты прости. Мне Верочку купать надо. Как-нибудь в следующий раз, обещаю. Хорошо. Договорились. Спасибо за кофе. Унылых баб мужики бросают. А что вы мне предлагаете в цирк сходить, чтобы развеселиться? В цирк не думаю. Насколько я помню, в нашем цирке очень слабая труппа. Тогда что же мне делать? Ну, я не знаю. Посмотри какую-нибудь хорошую комедию. Прическу поменяй. В конце концов, в спортзал сходи. А если ты сейчас же не успокоишься, я рискую опоздать на самолёт. Я знаю, что я вам не нравлюсь. Я знаю, что вашему сыну на меня наплевать. Но я люблю его. Я жить не могу без него. Ладно. Давай поговорим. Моё отношение к тебе не имеет никакого значения. Более того, оно достаточно ровное. Главное, это то, что происходит между тобой и моим сыном. А тут ты ведёшь себя, прямо скажем, глупо. А как тогда, чтобы не глупо? Что я ещё не делаю для Димы? Ну, чего ему не хватает? Ну, значит, чего-то не хватает, а ты ещё усугубляешь. Я вас не понимаю. Зачем ты позволила, чтобы эта Курсунова появилась в вашей жизни? Ну, она была моей подругой. Теперь придётся выбирать. Или бывшая подруга, или любимый мужчина. Ты не должна подпускать её к Диме. Да я уже год назад избавлялась от неё. Ну, я думала, что всё в прошлом, а теперь вот опять. Ну, я даже не думала, что... А надо было думать. Мужчины не любят, когда их бросают. А в общем, лёное самолюбие заставляет их делать глупости. А что мне делать? Мне что, убить её, что ли? Ну, зачем же так радикально? Голову нужно включить. Наверное, вы правы. Надеюсь, что когда я приеду в следующий раз, в доме будет мир и покой. Будь здорова. Спасибо. Что случилось? С Димкой поссорились. А для тебя это так важно? Ты о чём? Не понимаешь, да? Зачем тебе Дима? Лей, не кричи. Ты Верочку напугаешь. Вот и отлично. Пускай она знает, что её мать хочет украсть у лучшей подруги любимого человека. Лили, не неси чушь. Тихо, тихо, моя девочка. Сейчас мы пойдём домой. Ну, конечно. Проще всего сбежать, когда сказать нечего. Лиль, мне твой Дима совершенно не нужен. И к тому же мы были подругами. Да какой ты мне была подругой? Ты всё время демонстрировала мне своё превосходство. Ты всё время считала меня серой мышкой вторым сортом. Это не так. Именно так. Ты снисходительно давала мне поносить свои украшения. Ты одалживала мне деньги, благородно забывая об этом. Слушай, как же тебе тяжело было, подруга, а? Короче, ты на Димку опять глаз положил? Я тебе в сотый раз говорю, он мне даром не нужен. Не нужен, да? А смс-ки его нужны. Какие смс-ки? Да не придуривайся. Он тебе всю ночь писал. Про то, что жить без тебя не может, что нужно начать всё сначала, что простить себе не может. Да я даже не читала их. Какая ты бессовестная. Ты всё время искала выгоду. Поэтому и Димку бросила ради своей усашечки. Ах, неземная любовь. Да какая любовь? Обычный расчёт. А теперь ты увидела, что Димка хорошо зарабатывает, что у Димки есть перспективы. Что бред какой-то. Учти, что я тебе его не отдам. Я зубами, ногтями буду впиваться, но тебе не отдам. Ещё знай, что я умею мстить. Всё, меня эта мыльная опера достала. Будь счастлива, бывшая подруга. А ты знаешь, почему ты вылетела из института? Знаю. Нет, не знаешь. Это потому, что я так захотела. Это я не передала тебе предупреждение декана. Я специально не сказала тебе о сроках отработки. Какая же ты дура. Зачем звонить, а? А вдруг Верочка спит? Ключи же есть. Чем обязана? Я могу войти? Зачем? Я хочу поговорить. Есть о чём? О твоём отце. Не слишком ли поздно? Мы, по-моему, даже на похороны не пришли. Я была с дочкой в санатории. Я не могла приехать. И потом... Я потеряла ребёнка. Нашего с Пашей. Прости, зря я пришла. Нет, постойте, а... У меня дочка... Верочка. Хотите посмотреть? Конечно. Она на Пашу в детстве похожа. Откуда вы знаете? А мне Паша показывал свои фотографии детские. Он такой смешнющий был в детстве. Таточка. Ну что ты? Что ты? Успокойся. Успокойся. И то малышка расстроится. А не знаешь, как нас чувствует? Ира, простите меня, пожалуйста. Я вела себя, как идиотка. Всё нормально. Ир, скажите, это я виновата в смерти папы, да? Нет. Да? Нет. Что ты, Таточка? Инфаркт, он непредсказуем. А Паша, он... Он жил без оглядки. Ты знаешь, мне его так не хватает. Спасибо вам. Как там в центре? Нормально. Твоего отца часто вспоминают. Особенно в связи с новым оборудованием. Да уж. Я знаю про квартиру. Мне очень жаль. Ну, Паша, он... Он такой. Его нельзя осуждать. Ну, ты что вы. У меня и в мыслях не было. У меня самый лучший пап на свете. Я так рада, что тебя нашла. Я пойду. Ты знаешь, если тебе нужна будет помощь. Или совет. Ну, или просто поговорить. Знай, что я есть. Давай я тебе оставлю свой номер. А как вы меня нашли? В твоем деканате помогли. Пока. Звони. Когда ты был обычным студентом, она легко тебя променяла на обеспеченного доцента. А теперь как же? Димка при должности, при машине, при деньгах. Можно снова им поиграть, да? Тихо, тихо, тихо. Да тебе просто необходимо, чтобы все прощалось вокруг ее величества. Но учти, что тебя там не будет. Пускай она тебе других дураков ищет. Ты меня слышишь? Да прешь. Еще раз закатишь истерику, пойдешь к чертовой матери. Поняла? И в ней, если поняла. Я же люблю тебя, Димка. Но я не смогу. Я же умру без тебя. А я с тобой сдохну. С голоду. Так я ужин сейчас разогрею. Лапша твоя, домашняя, любимая. Обивные. Привет, как Верочка? Нормально. Еще не купались? Нет. Успел. Привет. Привет, моя принцесса. Как же я бы тебе соскучился. Что за мода хватать ребенка, не помыв руки? Неизвестно, где и с кем ты был. Я был на работе, если это тебе интересно. Это тебя на лекции парфюм омавлили, а на проходную печать на щеку поставили. Сейчас переоденусь, будем купаться. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Танюш, привет. Нет, мне это не совсем удобно. Давай с тобой подумаем, как это лучше сделать. Ты моя красавица. Будем мы самыми модными, самыми красивыми. Вот, что-то к нам гости зачастили. Да, моя красавица, да, ну все, 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 не надо. Ты моя девочка. Моя ты красавица. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Доброе утро. Здравствуйте. Александра Ивановича нет. Я знаю. Я к вам. Да, но мы с дочкой собрались гулять. Ничего. Я долго не задержу. А в чем, собственно, дело? А дело, собственно, в том, что у нас с Александром Ивановичем складываются очень хорошие отношения. И не только профессионально. Ну, поздравляю. От меня вы что хотите? Благословения. У нас с Сашей одинаковая профессия. Похоже, увлечение, вкус. Нам интересно вместе проводить время. Я заметила. Саша благородный и порядочный человек. А вы этим бессовестно пользуетесь. Да что вы. Именно. Саше просто стало жалко ребенка, которого вы ему подкинули. Как котенка. И вас он просто пожалел. Мы сели ему на шею. Саша занимается ребенком. Саша зарабатывает деньги, чтобы вас прокормить. Он даже стал репетитором. Болвана девятиклассника. А еще, оказывается, Саша бегает по магазинам в поисках каких-то зеленых слонов. Поймите, Саша гениальный ученый. Ему нужно докторскую заканчивать. Он все забросил. Ему некогда. Да вам же, впрочем, наплевать. Тихо, тихо, моя маленькая. Тихо. Подождите. Во-первых, мы не мешаем ему писать диссертацию. Во-вторых, это я купила зеленого слона. А в-третьих, Саша любит Верочку. Это у него фантомная боль. После смерти жены ребенка. Это скоро пройдет. И тогда он поймет, что вы совершенно чужие люди. А если еще у него появится ребенок от любимой женщины, которая его понимает, заботится о его карьере и не использует в своих целях. Уходите. Это вы должны уйти. И не мешать Саше. Тихо, тихо, моя девочка. Не волнуйся. Девочки мои дорогие, какие вы умницы, что решили. Извините, что побеспокоила. Что значит побеспокоила? Вы всегда у нас злоные гости. Да, малышка. Это все дед твой создавал. Наталья, чай, кофе? Нет, нет, мы на минутку. Мне работа нужна. Работа? Да. Любая. Вахтерши, санитаркой. Лучше в ночные смены. Да, да, конечно. А муж твой что? Муж, он диссертацию пишет. Докторскую. И денег катастрофически не хватает. Ну, так все диссертации пишут. И подрабатывают, где кто может. Чтобы семью кормить. Нет, я так не хочу и не могу. Я должна сама зарабатывать. Корпе. Все, а в деду твоего. Петр Федорович, вы меня возьмете на работу? Минутку. У меня тут одна девица. Все просится отстроить ее график без ночных смен. У меня тоже маленький ребенок. Пойдешь медсестрой на ночные смены? Конечно. Конечно. Спасибо большое. Когда приступать? Ну, давайте в понедельник. Хорошо. Что? Вы мне небольшой аванс не дадите? Ну, хорошо. Я распоряжусь. И еще. А можно я Верочку с собой брать буду? Ну, она спокойно спит. Мешать не будет. Ай, что-то ты, отходы темнеешь. Ладно. Ладно. Гордые вы мои. Иди в отдел кадров и бухгалтерию. Я позвоню. И еще. Запомни. Наталья Корсуновой здесь всегда рада. Поняла? Спасибо. Алло, Ира, здравствуйте. Да, это я. Ира, ради бога, простите, но вы не могли бы одолжить мне денег? Мне необходимость снять квартиру. Нет, это вопрос решенный. Устроит. А это реально? Да, запомнила. Ира, спасибо вам огромное. Спасибо, Ира. А, Дим, привет. У тебя же есть машина? Помни мне, пожалуйста. Мне нужно сегодня переехать в загород. На дачу. Хорошо устроит. Да. Жду тебя. Что ей нужно от тебя? Ты о ком? О ней. Я все слышала. Что нужно этой дряни Корсуновой? Как же ты меня задолбала. Подожди, ты никогда не будешь с ней. Понятно? Никогда. Чтобы к вечеру ни одной твоей шмотки в моей квартире не было. Да. Александр Иванович, все хорошо? Я договорилась. Карев сказал, раз вы просите, он приедет. Ну, отлично. Ну, получается, у нас есть повод. И вы обещали. Что я обещал? Вы обещали приехать в гости. Я испекла потрясающий пирог с брынзой. И у меня есть красное французское вино. Отметим? Ох... Отказ не принимается. Ну, Руф, раз обещал. Ну, тогда жду. Тогда жду. とか. Датка. Давай, помогу тебе устроиться. Мужские руки явно пригодятся. Спасибо, я сама. Дим, ты поезжай. Поздно уже. Татка, а я думал уже всё. А встретились. Не могу я без тебя. Дим, давай без этих вот сериальных страстей, хорошо? Мы с тобой просто хорошие знакомые. И я тебе не давала ни малейшего повода думать как-то иначе. Подожди, давай поговорим. Я тебе очень благодарна за помощь, но на этом всё. Уезжай, я буду кормить дочку. Господи, ну оставьте же вы меня все в покое. Мне никто не нужен, никто, кроме моей дочки. Тихо, тихо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как мой пирог? Очень вкусный. А вино? Тоже классное. Еще пирога? Нет, нет, Танюш, спасибо. А у меня есть еще один сюрприз. Кулинарный. Я сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александр Иванович. Требуется грубая мужская сила. Какая? У меня готова утка с яблоками. Помогите извлечь из духовки. М-м. Танюш, ты меня прости ради бога, мне домой очень нужно. Давай утку в следующий раз, хорошо? Хорошо. Спасибо. Все было замечательно. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА